Особое мнение на 101FM Правление Кировского союза промышленников и предпринимателей Я выражаю здесь свое личное мнение Особое мнение Программа так и называется Да, поэтому, чтобы никто тут не волновался Особенно председатель объединения промышленников и предпринимателей Хочу сказать, что я свое личное мнение выражаю А не мнение союза А не мнение союза Солидарное Ну, начнем мы, наверное, с Петербургского международного экономического форума Мероприятие хоть и состоялось более недели назад, да Но до сих пор будоражит и до сих пор обсуждается Ну, в частности, вот из недавних новостей наши коллеги подсчитали По Кировской области наш регион получил Одну 6333 долю от суммы контрактов, которые всего были заключены на форуме Ну, там попроще немножко скажу, да Это 16 тысячных процента Одного процента от всех контрактов, заключенных в Петербурге Да Вот эта история, она, Азиз Алиевич Я даже не знаю, как ее назвать Ну, то есть, вот что мы подписали Мы подписали соглашение инвестиции 600 миллионов рублей На строительство в Кельмецком районе солнечной электростанции Тоже много обсуждалось, кстати говоря, зачем она нам, да А всего на форуме, по-моему, по данным газеты «Коммерсант» Было заключено соглашение почти на 4 триллиона рублей Ну, и соседние там регионы, и не соседние регионы В качестве примеров, значит, привожу Ну, например, Белгородская область, да Контракт на вложение в зеленую металлургию 160 миллиардов 250 миллиардов горно-металлургическое производство Республика Коми, наши соседи, да Запуск производства МДФ плит на 32 миллиарда И вот мы 600 миллионов рублей на солнечные батареи Как-то бледно мы выглядим на фоне остальных, нет? Ну, надо сказать, что с моей точки зрения в этом году Вообще экономический форум Петербурга – это чистое показушничество И вот эти контракты, многие из них, в принципе, готовились Они заключены не на Петербургском экономическом форуме То есть они давно готовились И можно было их заключать и без Петербургского экономического форума А, ну это просто формальность Да, ну вот сказали им, что так, подождите, вот будет форум Там мы покажем, что мы и без иностранцев хороши Сами инвестиции тут обеспечиваем Хотя сумма инвестиций, ну, смешная, как бы, по большому счету По Кировской области, ну, правильно подмечено Ну, а вы знаете, инвестиции идут туда, где хорошо местному бизнесу прежде всего Местному бизнесу Мы сегодня видим, что местному бизнесу не очень Хотя мы слышали уже и читали в прессе, что там губернатор, там, выступая Перед ядросами, которые губят нашу область Говорил о том, что, значит... Это оценочное суждение сейчас было Ну, конечно, это чисто оценочное суждение Я всегда говорил, что политика единорусцев, она губит экономику Кировской области Что вот мы там по сельскому хозяйству занимаем какие-то места Это не заслуга ядросов и не заслуга правительства Это заслуга тех, кто сегодня у нас в сельском хозяйстве работает и инвестирует туда Инвестируют они достаточно большие деньги Свои ищут, так сказать, пути их инвестировать, варианты их инвестиций и так далее И еще раз скажу, что вопреки, вопреки деятельности государственных органов Предприниматели на сегодняшний день действуют Поэтому ведь инвестиции идут туда, где местному бизнесу хорошо Вы знаете, у меня ощущение, что местному бизнесу не очень хорошо, очень много где в России Но другие регионы почему-то идут А вы назвали, вы-то ведь назвали, смотрите, вы-то ведь назвали всего там 5 или 6 регионов Куда пошли, ну возьмите там, посмотрите, сколько пришло в Курганскую область, условно говоря Ну посмотрите там другие какие-то там То есть, ну, собственно говоря Ну и сопоставимые цифры Ну конечно По некоторым регионам не сопоставимые Да, конечно, поэтому мы не можем сказать, что я тут не противоречу вашей точке зрения Что, то есть, есть регионы и регионы, то есть, в большинстве регионов ситуация не очень хорошая с этой точки зрения А бизнесу в Кировской области, мы, почему о Кировской области говорим, мы здесь живем, здесь больше ситуацию знаем Мы видим, что Кировский бизнес ищет сегодня, как рыба, где глубже То есть, пытается найти вариант, чтобы выехать из территории Кировской области Максимально И все эти бравые отчеты и, значит, показушные там репортажи о том, что там Кто-то там повышает свою эффективность За счет чего повышает кто-то свою эффективность Если мы возьмем кого, я называть, не хочу названия этих предприятий За счет чего они повышают, они повышают свою эффективность за счет бюджета Федерального бюджета Это контракты, так сказать, государственные И пока они есть А они есть, потому что не додают сегодня областям Не додают людям, не дают бизнесу работать С него собирают все больше и больше Поэтому, с этой точки зрения, все закономерно Мы получили шиш с Петербургского экономического форума Потому что мы ничего не сделали для того, чтобы к нам шли люди со своими инвестициями А зачем тогда мы туда поехали? Вот у меня какой вопрос А был приказ, разнарядка Мы ехали, может быть, себя показать, может, мы просто... А ничего не показывали, ничего не было То есть был приказ приехать, чтобы там представительство было власти Вот поехали там представители власти И все? Да, ну, заплатили, они командировочные получили Ну, поели вкусно, как бы, за счет там... 17 тысяч за бок барашка, по-моему, там Какие-то такие приводились цены Я не знаю, кстати, может, наши и не ели Может, наши в столовой по соседству Ну, конечно, наши, наверное, как бы, это самое Спрятались и не ели Да ели, все нормально Ну, сколько стоит, столько и ели Какая разница, так сказать Те, кто поехал туда, у них есть деньги Они знают, как они их получили То есть не факт, что они ели за бюджетный счет Может, они за свои ели А я и не сказал, что они ели за бюджетный счет Но то, что они попали туда, чтобы поесть, как бы, собственно говоря Учитывая тот результат Который мы видим Который мы видим То есть они приехали туда поесть, получается Поесть и показать себя А какой результат-то в этой ситуации, господи Ну, если нет условий для развития бизнеса на территории области Какой результат? От того, что там встречаются Они опять в прессе пишут Что вот мы за круглым столом встретились С заместителем прокурора России И рассказали о перспективах малого бизнеса Ну, я уже Правительство-то уже Для меня уже, как бы, я их Уже и осуждать-то смешно, как бы Но я уже с осуждением смотрю на наших коллег Возглавляющих общественные организации Ну, вы-то туда идете Ну, хоть бы расскажите тогда, какова ситуация Так, подождите, каких коллег вы имеете в виду сейчас? Ну, например, там, президент торгово-промышленной палаты Там участвовали, там, президент торгово-промышленной палаты А, круглые объединения претендователей Руководители опоры России Да, 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 да И они проводили круглый стол С бизнесом, с губернатором И с амбутсменом нашим, как бы И оказалось, там, по докладам опять все хорошо Все идет вперед А по докладам, Ази Салич, всегда все хорошо По докладам редко бывает плохо К ним же готовятся Да, да Ну, руководитель опоры России, между прочим, слово дал Анастасии Татуловой Которая, по-моему, общественный амбутсмен По вопросам поддержки малого и среднего бизнеса И вот она-то шума там наделала в Петербурге Мы сейчас перейдем просто Конечно, неожиданное выступление Неожиданная возможность Плохо, что она неожиданная Нет, вопрос вот первый у меня Когда я услышала, как вообще разрешили А, наверное, не ожидали Если 10 лет назад это еще была, наверное, вполне такая нормальная И привычная бы ситуация То сейчас кажется, что это вот, ну, что-то из ряда вон просто Ну, просто вот смелая девушка, видимо, Россию будут спасать женщины, как бы, да Потому что у мужиков уже не хватает ни смелости, ни, значит, скорее всего, трусость преобладает Да, вот женщина решила, что за мать родину, так сказать, слово сказать Что, ну, что-то в ситуации уже невозможно, что мужики-то трусят А женщина вот сказала, вышла и сказала, понимаете? Но она не просто вышла и сказала, она почти 19 минут говорила Сразу сказала, вы у меня микрофон не отберете И микрофон действительно не отобрали, хотя где-то ближе к концу ее поторапливали Хотя пытались, да, пытались отобрать Вот, поэтому, ну, что, ну, молодец она И это было как раз, никто не ждал, что она скажет Вот, давайте, не, просто никто, все об этом говорят, мне кажется, да? Где-то в кулуарах, там, я не знаю, что-то с каловой Там несколько вещей было, она много говорила, это эмоции, там, все такое Но там, например, мне очень понравилась, например, ситуация, что, например, бюджеты тех, кто помогает малому бизнесу Она говорила про организации, да? Да, огромные Она говорила, что вот содержание этих организаций Дайте деньгами Нам не нужно... Кого туда устраивают? Устраивают своих друзей, товарищей, значит, и там, видимо, потому что там огромные заработные платы во всех этих корпорациях по поддержке И там деньги выделяются на поддержку малого бизнеса через банки От банков они не доходят малому бизнесу А если и доходят, то доходят, ну, в таких, как бы, количествах, что там... Или они, если доходят, то они доходят, там, вообще, вот, я иногда думаю, а почему так дошло, там, да? Вот, там, а не по-другому, как бы, да? Потому что, как доходит, оно не обеспечивает эффективности То есть, до сегодняшнего дня, если ты начинаешь, там, у тебя старт, ты начинаешь какой-то проект До сегодняшнего дня нет механизма обеспечить старт хорошему бизнесу То есть, какой-то проект, если у тебя есть, там, стоимостью, там, до 100 миллионов Получить эти деньги, там, со срочкой возвращения, там, уплаты процентов невозможно А давать какие-то, там, деньги на восстановление оборотных, страйб и так далее, и так далее Ну, это хорошо, но это не обеспечивает развитие Вот, или то, что она сказала Она сказала о деятельности, там, контролирующих органов, там, например, да? И государственных органов, типа, поддерживающих малые биски В итоге-то она сказала, это уже стало мемом, я так понимаю, да? Вы на нас плюете, а мы вас ненавидим Ну, да Так это на самом деле так То есть, ну, не то, что она, может быть, сказала очень эмоционально Мы ненавидим их деятельность То есть, я всегда в вашей передаче всегда говорю, что у любого человека есть за что его уважать Там, если он не совсем конченный подлец И за что не любить? Да, значит, то всегда есть, как бы, ну, говорит человек, что он вот исключительно, там, дьявол, так сказать В общем, в каждом есть что-то хорошее В каждом есть что-то там, да И поэтому готов, как бы, разговаривать, встречаться И когда мне, там, задают вопрос А вот у тебя было с губернатором, там, чего-то, а если он к тебе обратится? Так обратиться я ведь не на губернатора, я на область, как бы, готов потратить свои силы, как бы Пожалуйста, какие проблемы? Вот смотрите, она контролирующая, про контролирующие органы, когда говорила, Анастасия, да, она сказала следующее Давайте мы КПА у них изменим, потому что у них КПА у всех сотрудников контролирующих органов Вот, как мы в мультиках видим, да, доллары в глазах Очень хорошо это сказать А мы-то знаем от рядовых работников, что от них требует начать Слушайте, ну вот на поверхности же лежит, так давайте тогда поменяем, зачем вот это? Извините, это называется палочная система, по-моему, да? Ну, практически Вот смотрите По аналогии У нас, значит, организации, которые там борются с коррупцией, ликвидируют Там, да, я не называю название, чтобы вы там, не приходилось вам там говорить Все слушатели Эхо Москвы понимают о чем Да, значит, а, значит, сами начинают бороться с, типа, с коррупцией Ну, смотрите, тысячу раз говорилось, например, что малый бизнес, он плохо разбирается в налоговом законодательстве Плохо разбирается, потому что меняется у нас каждый день Это тоже, кстати, Татулова как бы об этом сказал Что каждый день добавляется столько законодательных хаков, что ты не успеваешь, так сказать, ознакомиться с ними, да? Или столько запретов появляется Вот посчитали, я тут прочитал, тоже не буду называть название Чтобы вам не приходилось говорить, что там иностранный агент или что-то там Вот в средстве массовой информации, что 56 принято там законов в течение года, ограничивающих права людей там Еще 41 находятся на подходе, тоже ограничивающих права А их же все изучить надо, чтобы понять, что тебя где ограничили, понимаешь? Скоро пчел начнем чиповать для того, чтобы, значит, олигархи, близкие там к Кремлю заработали дополнительно еще, значит, какие-то деньги То есть все эти ограничения, они на самом деле вообще неэффективны Почему Татулова-то говорит эффективность и безопасность То есть все, что делает государство, оно приводит к еще большей неэффективности бизнеса И еще больше ставит вопрос безопасности, значит, где-то в конец, так сказать, предпочтений государства Вот понимаете? И в этой ситуации да Ну а как они говорят? Вот если мы, например И все время идея такая, что ну давайте пусть налоговый инспектор, он не наказывает, а вызывает к себе Ведь когда я пять лет назад был на налоговом форуме, господин Мишустин, значит, то время был руководителем налоговой службы И он выступал и приводил нам пример А вы знаете, как устроен сервис, значит, налоговой Швеции? Вот там инспектор сам считает и составляет налоговую декларацию для налогоплательщика Они вместе его обсуждают Ой, какая прелесть И после этого, значит, инспектор дает на подпись предпринимателю, говорит, если вы согласны, подпишите Это в Швеции, да? Швеции, это так и в Швейцарии Я не удивляюсь, что они платят такое большое количество налогов Это и в Швейцарии так Потому что с ними все обсудили Да, и есть еще страны где так То есть они сели, все обсудили и предприниматель понимает, ага, вот, пожалуйста, там и уровень социального сервиса высокий Ведь, смотрите, моральная проблема у предпринимателей заключается в чем? Вот у меня, как у предпринимателя Я плачу все налоги Я хочу, чтобы уровень получаемых государственных благ Хотя бы немножечко, хотя бы чуть-чуть, да? Совершенно верно Они мне говорят, ты мало платишь, поэтому мы тебе такой уровень обеспечить не можем Ты обязан, у нас тут садики, школы там и так далее А я говорю, а ренту куда дели? А почему в ренту копите на ФНБ каком-то, из которого вы государству даже в условиях кризиса не помогли? Не государству, а рядовым людям, наверное, так надо говорить, да? То есть, понимаете, и вот Мишустин это говорил еще тогда, пять лет назад И ничего не изменилось Да, он говорил о партнерских отношениях А у нас очень туго идет У нас практически нет партнерских отношений Он есть только благодаря там каким-то вот личным связям, личному доверию между людьми А нам-то в ответ на это говорят, что личная встреча предпринимателя с контролирующим, представителем контролирующего органа ведет коррупции Ага Какой коррупции? Ну вот, у нас же привыкли раньше там коробку конфет Это не коррупция, коробка конфет Вот, ну, а вот некоторые могут уговорить инспектора до того, что начнут деньги там давать, например Угу, и уже будет коррупция, да? И уже будет коррупция, ведь шаг за шагом, понимаете? Поэтому нет, мы будем направлять дурацкие требования, которые пишут бот Вот почему их так много, да? И предприниматель, и предприниматель То есть это не живые люди пишут Вы понимаете, когда предприниматель получает такие сообщения там Или, например, у него там 100 рублей долга появилось, ему счет закрыли В банке В банке А у него на счете там 3 миллиона, например И он воспользоваться этими деньгами не может и работать Это происходит до сих пор, хотя я лично с руководителями органов, налоговых органов тоже говорил об этих темах Тоже эту тему с ними обсуждал Да, они понимают, но ничего не меняется Так вот, Азиз Алиевич, и после этого выступления тоже ничего не изменится Ничего не изменится Почему не изменится? Еще раз Рассказывал об этом, еще раз расскажу Потому что, что в Кировской области? Не буду я в Россию ходить Хорошо, давайте на нашем примере Я с предпринимателями обсуждаю, они говорят, эти проблемы Мы говорим, должны общественные организации работать, предприниматели Ага Как они должны работать? Они должны не просто критиковать, а конструктивно критиковать Если, значит, причем жестко конструктивно Вот как Татулова там, и требовать выполнять И с цифрами в руках Да, вот они входят в общественный совет при прокуратуре, значит Вот пришли в прокуратуру, в общественный совет И сказали, прокурор, блин, вмешайся Закрывают счет необоснованно, например Вмешайся за незначительное нарушение пожарной безопасности Или самая проблема там какой-то Значит, гасит людей Как полиция в Европе Гасит людей, мы сейчас имеем в виду штрафами какими-то Я видел, как полиция в Европе там, например, действует Ну, ты ходишь, там вдруг оказался без маски в неположенном месте То есть там на улице, например, в Швейцарии не заставляют носить маски То тебе просто подходят Вежливо подошли, сказали на деньги, пожалуйста Пожалуйста, это как бы, да Есть люди, у которых справки есть У нас быва, мы говорим, у нас бывает У нас бывает, а там это правило И если ты вдруг начнешь полицейского говорить Слушай, ну не хочу я, я не могу Вот я не могу, например, там, да У меня там, у меня справка есть У меня там сердце болит, у меня там дыхание там Еще что-то там Тут начинает уже на тебя наезд там Ну окей, так ты посмотри на ситуацию по-другому Но это уже другая тема как бы, да Но тем не менее То есть я просто тебе хочу сказать, что Это выступление Татуловой, чтобы не осталось на бумаге Нам нужно, чтобы система начинала исполнять свою функцию То есть общественные организации исполнять начали свою функцию А вы скажите, пожалуйста, вы же все равно общаетесь с коллегами Вот здесь в Кирове с коллегами Общаюсь Вот это ее выступление в Кирове, оно шуму наделало Как-то между собой люди обсуждают Оно не может шуму наделать, потому что все так же думают То есть фурора никакого не было А тот факт, что это прозвучало Это прозвучало, ну круто, все говорят Молодец, Татулова И тогда я им говорю А почему ты-то не молодец, а у меня бизнес А у Татуловой что, не бизнес? Понятно Понимаете? И когда я им говорю, ну хорошо, у вас бизнес, вы не вмешиваетесь Давайте, значит, сделаем так, чтобы общественные организации более эффективно работали Ну, например, у того же Усенка же нет бизнеса? Наверное, я не знаю Ну, может он тогда боится Он не может, наверное Может он боится, что если он будет резко выступать, его уберут из президента Вятской торгово-промышленной палаты Или кто-то другой из общественной организации Руководитель боится, если он будет выступать, то его уберут Ну, он в четверг здесь был в особом мнении И он, в общем, я бы не сказала, что прям уж очень комплиментарно отзывался о каких-то действиях Ну, тем не менее, тем не менее, мы сегодня не видим, чтобы вот прямо вот жестко защищались интересы А мне кажется, что не хватает Например, с этим налогом на имущество, которое сегодня, вот сегодня уже предприниматели должны платить Это ведь его позиция привела к тому, что сегодня в этой кризисной достаточно ситуации увеличились налоговые платежи Говорили, что давайте не опускать по кадастровой стоимости по офисным и торговым ниже тысячу метров Ну, пусть ниже тысячу метров будет облагаться как раньше, а не по кадастровой То есть я помню, что был торг какой-то, что-то за что-то А теперь уже с нуля, какой торг? О каком торге идет речь? Теперь с нуля И люди пишут, что это прямое нарушение, с моей точки зрения, конституционных прав предпринимателей Потому что у нас конституция и налоговый кодис говорит, что должна быть способность к уплате налога Способность, эта способность формируется из предпринимательской деятельности А мы берем и говорим, нет, ты будешь платить по кадастровой стоимости, потому что у тебя есть данность У тебя есть офисное торговое помещение Понимаете? А посмотрите, сколько висит аренда, аренда, аренда Я вижу, да Посмотрите, сколько убежало из территории Кировской области предпринимателей Сколько сдаться не может как бы А откуда ему платить? У него дохода нет, откуда ему платить? Если это способ, значит, уничтожения среднего класса и изъятия у них имущества Так так и скажите людям И пусть общественные организации выступают в защиту предпринимателей Они выступают? Я ведь тут и другие фамилии могу назвать Руководители общественных, то есть не только Усенко Я понимаю, да Можно и другие, всех других Просто одну фамилию я вообще называть не хочу, потому что бестолковая деятельность Вопрос в другом, Азин Салевич, вопрос в другом Может быть, общественные организации не хотят слишком редко высказываться, потому что пытаются как-то кулуарничать А дальше два вопроса И получить все-таки какой-то... Дальше два вопроса Если не выполняет власть требования общественных организаций, даже по простому диалогу Значит, должно включаться политический механизм, защищающий свой народ А у нас какой политический? Он не включается? У нас у нас один Потому что Единая Россия у нас Он у нас один Это мое оценочное суждение Потому что Единая Россия, она не хочет и не будет заниматься этой деятельностью Интересы народа для Единой России неинтересны Посмотрите, что делают депутаты Например, что они должны делать по статусу депутата Принимать нормальные законы Встречаться с собирателями и снова выходить и принимать нормальные законы А они все у нас... Чем занимаются депутаты от Единой России? Например, в государстве Все разным занимаются Ничем, они благотворительностью занимаются Ну, да То есть, а не написано в законе о статусе депутата, что депутат должен благотворительной деятельностью заниматься Мы не знаем, что они что-то еще Ну, они за кого проекты пишут Посмотрите, они сколько денег заработали, как бизнесмены там, да, например А сколько отдают там? О, я тут проградирую, тут саженцы посажу, тут там на 300 тысяч майки куплю, тут кеды подарю. Вы, Алиса Ильич, осторожнее критикуйте, потому что люди обидятся и перестанут благотворительностью заниматься. Пусть перестанут. И люди несчастные в Кировской области лишатся и вот этого, и грайдирование, и тех, и саженцы. Вот если люди этого лишатся, то я уверен, что эффективность деятельности власти будет больше, больше будет. Вот я хочу, чтобы они этого лишились, чтобы они перестали, наши политические деятели, заниматься благотворительностью. Потому что тогда они, понимаете, они тогда себя не частичкой народа. А кто тогда будет заниматься благотворительностью? Благотворительностью пусть занимаются бизнесмены. А у нас обычно бизнес и политика как-то очень тесно связаны. Ну, то есть человек, который в бизнесе, он часто где-то там и в политике, ну, в регионах. Где? Ну, где у нас бизнесмен занимается политикой? У нас нормальный бизнесмен, вот сейчас в Кировской области, например, я говорю бизнесменам, давайте, ребята, политикой заниматься, потому что политика вами занимается. Они говорят, чур меня, да? То есть, да. У нас бизнесмен, если приходит, значит, там, к власти уже, ну, реально, которым он там, он чего-то для себя выгадывает. Это моя отличная точка зрения. И вот я пока не знаю бизнесмена, который пришел вот реально к распоряжению какими-то там полномочиями и деньгами, чтобы в своих интересах не работал. Поэтому, да, да, есть такие бизнесмены, которые не будут работать. Я знаю массу честных, порядочных бизнесменов в Кировской области, людей, сынов Кировской области, вот реально знаю. Но они либо остерегаются идти... И это тоже вопрос, почему-то. И это тоже, ну, есть у них. Нет, мы все понимаем, мы знаем ответ на этот вопрос. Значит, либо их не пустят никогда, потому что, как, а кормушка? Там чисто борьба за кормушку. А отбирать деньги у предприятий этих там с помощью вот этих налогов, например, посмотрите, сколько денег собрали и не знают, куда в городе их деть, например, да? Не знают. То есть отказываются от субсидий. Им приходят субсидии, они отказываются, нам в городе не нужны деньги. Ну, там не так все немножечко, ну ладно. Ну, примерно так. Это уровень управления, понимаете? Я понимаю. Это уровень квалификации. То есть есть масса вопросов в этом смысле. Поэтому, что тут, какой фурор может вызвать Татулова? Ничего, мы... Молодец, смелая женщина. Есть женщины в русских сетях. Есть женщины в русских сетях, да, коня на скаку остановят и... На Некрасове мы пойдем на рекламную паузу. Особое мнение на 101FM. Азиз Агаев в нашей студии, директор аудиторской консультационной компании Business Inform, заместитель председателя Кировского союза промышленников и предпринимателей, высказывает свое особое, а не союз, мнение. Спасибо, вы успокоили моих коллег. И мы продолжаем. Да, Азиз Альич, ситуация с коронавирусом, много раз мы ее с вами обсуждали. Некоторое время назад кировские предприниматели попросили губернатора и власти Кировской области ослабить масочный режим, потому что его все равно никто не соблюдает. То есть в масках мучаются сотрудники по 12 часов, сидят кондукторы в автобусах по 12 часов, работают там, ну, не знаю, по 6. Люди на кухне в масках, тяжело, да, в общепите, потому что от них тоже звучала эта просьба. При этом посетители маски не носят. Ситуация с точки зрения безопасности вроде как, ну, неоднозначная, да, и мало того, еще у контролирующих органов есть инструмент наказывать бизнес. Кстати, говорила, да, Анастасия Татлова о том, что вот это вот тоже история, показательная очень, да, бизнес... Про сумму. Да, 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 да. Про сумму. Пришел посетитель без маски, бизнес оштрафовали на 300 тысяч. На 300 тысяч, да. Вот. При этом мы видим, что заболеваемость растет и понимаем, что, скорее всего, никаких послаблений не будет в регионе. Ну, вот, что касается сумм штрафов, начнем с этого, значит, эти суммы штрафов, они, собственно говоря, говорят бизнесу, то есть один ответ, там, лучше не работай. А, закройся. Закройся. Посиди пока. Да, посиди. Значит, теперь, что касается вот ограничений. Вот смотрите, на сегодняшний день, сколько бы ни ругали шведский опыт, он оказался для страны самый лучший. А мы имеем в виду шведский опыт борьбы с коронавирусом, да? Когда у них не было запретов, у них не было запретов, и на сегодняшний день, что касается экономических показателей у Швеции, они самые лучшие в Европе на сегодняшний день. Можете посмотреть, наши не будут об этом писать, можете поискать и посмотреть. Что касается, значит, количества жертв этой болезни, они не находятся в первой десятке. Ну, или если находятся, то где-то около... Нет, у них, может быть, в абсолютных цифрах и нет такого результата. Я давно не смотрела цифры по Швеции. Посмотрите. Я признаюсь, да? Посмотрите. В момент, когда все гречо обсуждали вот эту шведскую модель борьбы с коронавирусом, да? Они не были на первом месте никогда. У них было значительное число погибших. На четвертом были, а потом пошли как бы вниз. А у нас, понимаете, у нас ситуация какая? Ну, вы знаете, что я сторонник того, чтобы... Азиз Ильич, я сейчас немножко про другое. Человека считали за взрослого. Да, я понимаю, про ответственность мы с вами много говорили. Давайте мы про другое. Вот давайте вот про что. Все-таки, в конце концов, давайте кто-то примет решение окончательное. Либо все ходим в масках, либо никто их не носит. Потому что давать повод штрафовать людей без масок. И принимать такого решения. И штрафовать людей за то, что... Ну, тогда штрафы надо убрать. Да. Надо убрать, и пусть все будут ответственны. Да, тем более, что мы смотрим, как развивается ситуация, как идет наука медицинская. И, пожалуйста, мы получаем ответственные исследования, опубликованные в ведущих медицинских журналах, значит, там в Лондоне. Сейчас забыл, как его зовут, не медик. Поэтому, значит, этот журнал многолетний, истории медики, наверное, знают, как называется этот журнал. Оказывается, значит, что ковид не распространяется, пишет автор, уже проведя вот за два года исследование. Ковид не распространяется в аждушно-капельном путем. Он распространяется таким образом, что маска не помогает. Ну, хорошо. То есть смысл. Спорная история. Это неспорно, это уже установлено. Пытается защититься всем, чем можно. В том числе и масками. Масками не получится. Я про другое, Азиз Алиевич. Просто кого-то требуют маски носить от кого-то, от предпринимателей, чтобы он носил, сотрудники его носили. А посетители... Потому что у нас государственные органы, моя личная точка зрения, оценочное суждение, у нас государственные органы любят делать вид, что они работают в интересах людей. Ага. Поэтому принимаются такие решения. Им надо показать, что они работают. Если они не будут ничего делать, не штрафовать, не устанавливать дурацкие законодательные, значит, акты, не заставлять, значит, предпринимателей... А с другой стороны, а сколько уже народу, выпускающие маски, получили прибыли? О, ну хоть кто-то же зарабатывает. Сколько народу, выпускающие термометры, получили, значит, денег. Понимаете? Вот есть ведь, значит, если вы посмотрите, то по статистике, значит, даже... Не все теряют, некоторые на пандемии зарабатывают, да? Да, есть люди, причем они тоже почему-то все близки, так сказать, к органам власти. Интересно. Совпадение просто. Ну, конечно, конечно. Ладно, Азиас Ильич, то есть вы за то, чтобы все были ответственными, вы за то, чтобы штрафы убрать? Каждый сам решает. Так. Сам решает. Боишься? Одевай свою маску, если ты считаешь, что маска тебя защищает, и ходи. Я понимаю, нужно расстояние соблюдать. Если тебе надо в автобусе соблюсти там полтора метра, условно говоря... Мы, кстати, соблюдаем социальную дистанцию. Соблюдаем, ну, отлично. На камере видно. Мы, да, мы соблюдаем социальную дистанцию. Соблюдаем. Я в маске. Да. А, пожалуйста, значит, в автобус не надо пихать столько. Значит, вы должны, если вы запрещаете людям, вы не можете обеспечить в автобусе дистанцию, значит, продумайте так, что люди... Разрешите людям опаздывать на работу. Организуйте им, я не знаю, фаэтоны. Пусть лошади, так сказать, возят по свежему воздуху людей. Я к примеру говорю. Вот это вы сейчас вещи говорите из области фантастики. Давайте мы с вами на землю просто... Я говорю о том... Они не рассматривают, они по самому простому пути пошли, что Москва сказала, то и сделают. Блин, запретим, лучше запретим и... и все. И все. Вы мне ответьте только вот на какой вопрос. Если в Кировской области цифры пойдут на снижение, наши власти на местном уровне могут предпринимать какие-то действия без указивки из Москвы или не могут? Конечно, могут. Нет, нет. Все запечатать и ничего не решать. Да, можно же так сделать. Ну, раздайте людям деньги. Раздайте людям деньги. И все будут дома сидеть. Точно. Не будут на самом деле. Ну, ладно. У нас с вами 6 минут остается просто до конца программы. Двигаемся дальше. Еще несколько тем. Давайте прямо блицем пойдем. В пятницу Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5% на 0,5%. Поможет ли это экономике? Поможет ли это экономике? И как это скажется на потребителях? Не поможет. Это скажется на потребителя точно так же. То есть в плане раскручивания инфляции. Потому что Центробанк повысил, потому что очень сильно повысились цены на продукты. Цены на продукты пытаются, потому что повышается стоимость издержек. То есть это инфляция издержек, приводящие к инфляции. У сельхозников, как всегда, то есть те, кто производит продукты, у них, значит, металл подорожал, бензин подорожал, перевозки подорожали, сырье первичное подорожало и инфляция. Как будто сжатие денежной массы приведет к тому, что инфляция остановится. Люди обеднеют еще больше. И инфляция будет выше. То есть она будет проявляться, может быть, в другом виде, но инфляция будет выше от этой меры. А я правильно понимаю, что кредиты для бизнеса тоже подорожают? Конечно. Кредиты подорожают? Конечно. Рассмотрят, несмотря на поручение президента, там, сохранить ставку ипотеки подорожает. Ага, предрекаете, да? Да, ипотека тихонечко поползет. Ну и многие другие кредиты потребительские, там, все такое. То есть, соответственно, жизнь подорожает. То есть и так у нас бедным уже бедным некуда деваться. Жизнь подорожает. Ладно, 5,5% ключевая ставка. И, кстати, не исключает, что в июле еще будет повыше. Все это называется заботой власти о людях. Да. Кстати, вот о заботе, между прочим, о малом и среднем бизнесе. В четверг, по-моему, Борис Титов опубликовал у себя в Фейсбуке информацию о том, что глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой запретить крупным торговым сетям работать по ночам и в выходные. Для того, чтобы мог заработать в это время малый и средний бизнес, маленький магазин. Чем ночью зарабатывают малые и средние бизнесы? Не знаю. Выпивкой? Нельзя же. Ну, а чем он зарабатывает? Ну, вот спросите, чем торгует? Нет, он такой, вот он сейчас не может ничего зарабатывать. А если крупные супермаркеты будут закрыты, туда все побегут за молоском, за сметаной, за хлебом. Вы что, уже на эти ночи? Ну, в Кирове, может быть, немного, а в Москве, мне кажется, приличное количество. Там все допоздна работают, потом еще домой долго едут. Понятно, допоздна работают, покупают все и едут уже потом домой. В общем, вы знаете, мне кажется, эта инициатива просто вот она из серии, да, а мы живем в разных мирах. Это как раз показать, вот, имитация деятельности. Имитация деятельности. Вот эти политики от единороссов, они только имитируют, что они заботятся о населении. Едем дальше. Еще одна история с инициативой, которая была, ну, кстати, тоже ведь забота, да? Это история с днями трезвости, так называемыми. Ближайший тут у нас 27 июня намечается День молодежи. А по поводу Дня защиты детей и последнего звонка много было высказываний в кировских соцсетях. С позиции это не работает. То есть, если сегодня никто не... Так, а почему тогда не отменят? Не работает, это тоже имитация деятельности. Тоже имитация деятельности. Это тоже не работает это. Ну, не работает, зачем это? То есть, закрытие и неторговля вообще не решает никаких вопросов. Кому надо, тот находит, где продают. И мы эти места знаем, и они, между прочим, даже тайные. А кому очень надо, он заранее закупается. А кому не очень надо, тот потерпит. А кому не очень надо, он пропустит первое, как бы... А бизнес теряет на этом, как вам кажется? Или наоборот, зарабатывает? Я думаю, что некоторые зарабатывают бизнес, некоторые эти... Ну, там ведь по количеству дней считается, как бы у них, сколько дней рабочих... То есть, бизнес, он считает, сколько у него рабочих дней, чтобы заработать. То есть, почему плохо влияет там майский или январский на статистику там? Потому что 10 дней, ничего нету там, не работает, никого нет. Но ритейл-то зарабатывает в эти 10 дней? Ну, как минимум, в первые несколько. Вопрос. В конце декабря зарабатывает, а первые дни-то, я не знаю, января зарабатывает. Все доедают то, что не доели там 31 декабря. То, что приготовили 31-го, едят потом дня 4. Праздник народный называется доедалки. Забота о народе какая-то у нас странная, да? Ну, какая власть, такая забота. Какая власть, такая забота, говорит Азия Сагас. Мы не успеваем с вами про выборы поговорить. К сожалению, давайте про кикиморок поговорим. У нас минута всего остается. Группа активистов инициатива. Установить в Кирове 7 фигурок маленьких кикиморок, вятских, в разных точках города. Вот я тебе просто... Чтобы туристы к нам ехали. Верите? Я не верю, что поедут туристы. Туристы едут не на кикимор посмотреть. Есть, конечно, отдельная категория, которая хочет посмотреть на кикимор. Но они едут не кикимор посмотреть. Туристы едут отдохнуть, повеселиться. Но если вы считаете, что в Кирове есть, значит, где по-хорошему отдохнуть, повеселиться, и у нас есть вот этот там пешком по вятке, как бы маршруты интересные. Ну, вот это реально. Вот, наверное, таким вещам надо оказывать содействие. А кикиморки? Ну, это тоже городской ландшафт, необычный. Кикиморки – это вообще не чистая сила. Я, как верующий человек, считаю, что лучше поставить, да, там, не знаю... Петра и Февронию? А Петр и Феврония стоит ведь у нас. Стоят, стоят, конечно. Лучше что-то другое, как бы, поставить, где людям напомнится о чем-то более ценном, более священном. Ну, это же сказки. Кикимор – это сказки. Ну, давайте в одном месте кикимор, как сказки, сделаем там детский городок какой-нибудь сказочный или что-то. Но уж по всему городу расставлять кикимор – это уже семь. Вот именно, что семь и кикимор – это уже, вот извините, моя иррациональность, как бы, здесь подхода, но это уже может быть заговор. Не надо кикимор. Не надо. Хорошо. Мы после продолжим разговор, попробуем выяснить, что же все-таки там такого опасного, да, и тревожащего. Директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ», заместитель председателя Кировского союза промышленников и предпринимателей… Вот зачем вы это подчеркиваете? Я показывал свое особое мнение, личное, частное, да. Спасибо, программа «Особое мнение» заканчивается. Особое мнение на 101FM